всем привет прошлый раз мы делали фоторежим сегодня будем делать такое что камера у нас будет нормально работать более-менее есть некоторые моменты мы исправим один из этих моментов то что у нас при включении фоторежима камера может проходить сквозь вообще все то есть мы это сейчас поправим нам в данном случае раз таки мы можем включить коллизию но и вообще камера у нас может летать где угодно и мы можем смотреть куда угодно но для этого и есть фото режим для того что только смотреть на персонажа и мы же делаем фото режим персонажа как минимум если вы хотите фото режим вообще какой-то да то есть данное видео может вам нет необходимости смотреть так переходим наш bp photo mode точнее там где у нас находится камера мы здесь будем кое-что создавать во первых нам нужен бегем плей и антик на бегем плей мы будем создавать просто красно нашего персонажа ну можно даже и вообще без каста давайте попробуем с помощью переменной если она реально заработает будет хорошо так тип называем плеер риф тип мы выберем наш бипи чарик то так тёрт-персон чарик то рада в данном случае мой персонаж сделаем компайл откроем его instance editable и expose он спалу сейчас посмотрите для чего снова делаем компиляцию и в моем контроллере player контроллере мы щелкаем на спаун эктор бипи фото мод и делаем рефреш нот здесь у нас вот появилась player риф как раз таки наши та переменная который мы только что создали и здесь и и мы можем подать наш нашего персонажа вот этого ну либо давайте просто отдельно его здесь пустим чтобы было более понятнее откуда все это приходит все мы по сути подаем нашего персонажа но естественно конечно желательно бы проверить что наш персонаж существует на этом моменте ну давайте проверим вообще можно вот здесь даже его проверить потому что мы мы здесь проверяем только что у нас есть на уровне если на уровне фото мод здесь мы будем сразу проверять если у нас вообще здесь персонаж чтобы мы на него могли во первых создавать какие-то переменные во вторых уже выполнять какие-то функции связанные с этим персонажем так окей теперь мы ставим нашему нашу переменную которая только что создали и по сути begin play теперь нам не нужен мы можем сразу переходить на тик так как эта переменная появится лишь в том случае точнее она появится в любом случае но вот это все запустится только лишь когда персонаж действительно будет и и здесь мы уже будем только при наличии персонажа выполнять действие то есть ну давайте на тике мы будем проверять существует ли в данный момент персонаж потому что здесь мы только проверяем когда включаем фотомод а здесь у нас будет работать тик и естественно надо проверять каждый тик данном случае теперь нам надо вытащить ноду там где находится персонаж это у нас называется get actor vacation get actor vacation и вторая это у нас get actor тоже location но в данном случае здесь будет target self то есть это наш фото мод он будет проверять где находится фото мод и сравнивать его где находится персонаж и далее мы ищем наш угол пинт лук и тратейшн то есть поворот и мы будем подавать нашему данном случае контролеру гет так гет контроллер сет контрол ротэйшн сет контрол ротэйшн при условии валидности мы подаем эти значения и давайте посмотрим что у нас сейчас по и получилось то есть если мы будем нажимать кнопочку влево это вот вперед это назад это влево это вправо мы крутимся вокруг нашего персонажа но если мы будем вращать мышкой у нас вот такие вот дребезги п будет появляться это нам как раз таки будет очень мешать чтобы это исправить нам к сожалению придется выключить управление мышью то есть мы просто отсоединяем то что мышка здесь не должна управлять либо полностью удаляете это но я это оставлю не включенную и давайте снова проверим я вот сейчас вращаю мышкой то есть экран у нас не двигается и и мы можем как в матрице летать вокруг нашего персонажа ну естественно давайте просто пока временно отключим тик и включим наше управление мышью чтобы исправить второй баг это проход сквозь все виды коллизий и так далее то есть нам необходимо нашей камере создать коллизию коллизия у нас будет создаваться то есть мы даем сюда коллизию либо сферы либо капсулу либо бокс но в данном случае сферу будет намного идеальнее сфер мы можем поставить как дефолт сцен root и на эту сферу нам нужно настроить коллизию блок л в данном случае она стоит оверлап л динамик мы можем поставить бок л динамикс либо блок ау ну тут уже выберите скорее всего и та и другая у нас подойдет так это у нас мы теперь не можем пролетать сквозь получается землю у деревьев есть какая-то коллизия тоже определенного размера да то есть можно не можем подходить к ней и сквозь персонажа мы тоже не пролетаем то есть теперь наша камера блокируется ну и мы снова подключаем тик отключаем управлению мышью и давайте сейчас проверим как это происходит то есть мы теперь не можем пройти сквозь персонажа здесь также можно конечно поиграться с высотой камеры вы можете допустим на ту же самую мышку можно попробовать мы подаем так камера сет relative location давайте попробуем так это подать и назад так нам конечно надо запомнить в данный момент высоту get relative location ну давайте запишем на begin play скорее всего здесь так чтобы это не тянуть прямо сюда кидаем давайте z просто запишем как переменную при включении мы запоминаем высоту нашей камеры ну и далее мы просто делаем плюс так сейчас посмотрим какая верная неверная позиция так она у нас не дает не дает исправление так либо здесь маленький у нас хотя нет она у нас каждый раз обновляется некорректно но здесь надо подумать как это сделать потому что тик тоже управление мышью тоже на тик идет и вот при новых управлениях есть некоторые проблемы даже если когда мы прекращаем движение у них вот эти переменные сохраняются к сожалению у меня даже в каком-то проекте возникли с этим проблемы в общем вот насчет этой системы немножко подумаем и может быть чуть позже решим в общем я понял свою ошибку я забыл просто записать получается переменную я почему-то решил что она здесь записывает но видимо только лишь принимает в данном случае мы записываем переменную я здесь еще решил ее ограничить чтобы допустим высоко нельзя было взлететь мы просто зажимаем его от минус 100 до 200 то есть высота максимальная высоту взлетит 200 также я увеличил наш получается наше значение входящие на 2 чтобы быстрее можно было подняться но здесь можно поиграть допустим какими-то значениями определенными гораздо лучше может поставить если более-менее низкие значения если мы будем сравнить вниз минус 100 то естественно у нас будет проблема хотя мы вроде бы поставили коллизию но из-за того что мы низко если получается находились сейчас камерой то она может пройти сквозь землю если мы вот сейчас я не могу ничего вниз опуститься ну хотя может из-за того что я прыгнул давайте вот так я включу тоже я не могу возможно опять таки высоко сложно определить вот эти все нюансы ну да в данном случае коллизия перестает работать но для этого мы можем минимальное значение ограничить теми значениями где у нас находится находится персонаж давайте попробуем get actor location и вытащим наше значение по z это будет минимальная так конечно здесь у нас выдастся не те которые нам необходимо это мировые координаты так тогда будет очень интересно как-то это все воспринимать чтобы мы могли либо создавать трейс и получать снизу минимальное значение высоты только лишь таким способом ну не знаю давайте попробуем вот так то есть нулевое значение я предполагаю это то которое мы с какого мы начинаем ну в принципе можно работать ну если что как то надо регулировать эти значения в принципе уже все хорошо а на этом все до скорой встречи всем пока как ну ну Продолжение следует...